Раздел первый. Как нам все-таки действовать, оказавшись на краю пропасти? В этом разделе мы выясним, почему нам не удалось противостоять тем опасным событиям, которые привели нас на край пропасти, несмотря на благие намерения наших властей. Почему мы находимся именно там, где оказались сегодня, и есть ли у нас какой-то реальный выбор? Рассматривая период с 2000 года, мы проанализируем здесь альтернативы, с которыми сталкиваемся, и те перекрестки, на которых нам предстоит выбирать дальнейший путь. Я объясняю, почему финансовый кризис не только нарушил планы на новое тысячелетие, но и стал разрушительной силой, которая могла привести к тяжелейшим последствиям. Полученный опыт побуждает нас восстановить контроль над самым мощным инструментом – финансами. Вновь подчинив его себе, что вполне обоснованно, мы сможем сменить ориентиры и попытаться выполнить обязательства, взятые накануне нового тысячелетия. Эти обязательства, сформулированные в то время, определили и тот путь, по которому нам предстояло двигаться, и задали те рамки, за которые нам не следует выходить. В этом разделе разбирается еще один вопрос. После финансового кризиса, сбившего нас с курса, последовала успокоившая людей ответная реакция, которая привела к усилению популизма и подтолкнула нас к принятию важнейшего решения. В главе первой я рассказываю о тех надеждах, которые мы возлагали на новое тысячелетие, и о том, что происходило на самом деле. Я анализирую события на развивающихся рынках, цифровую революцию, рост урбанизации, усиление роли частного сектора и эволюцию в управлении. В главе второй основное внимание уделяется финансовому кризису и нашей пассивности, позволившей финансовому джину выбраться из бутылки, и объясняется, почему это привело нас к катастрофе. В главе третьей речь идет о потере доверия людей к системе, самого ценного нашего капитала, и трудностях, возникающих при попытке его восстановить. В главе четвертой дается оценка действий по реализации инициатив 2015 года, направленных на выявление общих целей для народов всего мира. В главе пятой обсуждаются встречные ветры, трудности, с которыми мы столкнулись, при этом и вытекающие из этого геополитические проблемы, которые делают наши усилия еще важнее. Это обсуждение с учетом политических волнений, которые охватили многие страны, продолжается и в главе шестой. В главе седьмой, завершающей этот раздел, все внимание уделяется тому вызову, с которым мы должны справиться. К тому же она подводит читателей к темам следующих разделов, в которых анализируется наша способность справиться с указанными трудностями, оправдать ожидания и восстановить законный контроль над финансами так, чтобы они лучше служили общему благу. Кроме того, в главе седьмой я поясняю, какой путь в таких условиях будет правильным, и описываю потенциальные преимущества, которые нам обеспечат принятые нами решения, если они окажутся верными, а для этого нам надо проявить смелость. Глава первая. Надежды на саммит тысячелетия. Как уже упоминалось выше, королева Великобритании задала экономистам правильный вопрос. Почему никто из них не обратил внимание на происходящее? Многие считали, что мы нашли рецепт вечного и общего процветания, и с развитием финансов получили механизм, позволяющий, если и не спасти мир, то хотя бы его улучшить. Для понимания того, что произошло, нам следует осмыслить те события и вспомнить, как все воспринималось тогда на заре третьего тысячелетия. Так что же пошло не так? В этой главе основное внимание уделяется периоду финансового кризиса и причинам отхода от того плана, который был принят в Нью-Йорке в сентябре 2000 года. В ней описывается общее положение дел и среда, обусловившая кризис. Это нужно понять, чтобы осуществить важнейший шаг, правильно переформатировать роль финансов. Финансы и их реформирование не могут рассматриваться изолированно. В преддверии третьего тысячелетия нас переполняли огромные надежды. В последнее десятилетие 20-го столетия ощущалась некоторая растерянность. Мы испытывали либо небывалое воодушевление, как после падения Берлинской стены и развала Советской империи, либо впадали в уныние, как после войны в Персидском заливе. Ожесточенные споры о глобализации, охватившие многие страны, порождали самые разные настроения, восхищая одних и ужасая других. Достижение целей, связанных с развитием, общественной помощью и мобилизацией усилий всех стран, оказалось под вопросом уже в самом начале, еще на старте. Символическое наступление нового тысячелетия предоставило нам историческую возможность — обнулить счетчик и начать все заново. Цели тысячелетия в области развития Вера в то, что прочный мир и международная безопасность возможны только при достижении экономического и социального благосостояния всех людей, побудила лидеров 189 государств-членов ООН сформулировать и реализовать новую стратегию сотрудничества, скорректированную с учетом реалий и меняющихся потребностей 21 века. Эта самая масштабная встреча руководителей государств, произошедшая 5 сентября 2000 года в Нью-Йорке, была названа саммитом тысячелетия. Понимая, что каждой программе предстоит охватить все человечество, потому что в глобальном сообществе никто не должен оставаться на задворках, участники этого саммита тысячелетия завершили его единогласным принятием торжественного заявления — Декларации Тысячелетия, в которой они сформулировали 8 целей справедливого и прочного развития. Для достижения этих целей, разработкой и продвижением которых очень активно занимался генеральный секретарь ООН Кофи Аннон, отводились следующие 15 лет. Принятие Декларации Тысячелетия стало поворотным моментом. За всю свою историю человечество впервые поставило перед собой конкретные цели, в отличие от обычных деклараций или предыдущих общих заявлений о достигнутом консенсусе. В этой революции перечислены все цели, поставленные на различных международных конференциях последнего десятилетия. Это очень полезная инициатива, отметила наша рабочая группа в 2004 году, которая целенаправленно занималась одним вопросом – водой. Так случилось, что большинство глав государств забыли эти цели. Эта инициатива охватывает все задачи, поставленные перед народами мира, как севера, так и юга, которые надо решить в интересах всего человеческого сообщества. Эти цели следует изучать в каждой школе и вывесить их на стене в ратуше каждого города. Цели в области развития, сформулированные в Декларации Тысячелетия, ЦР, устанавливают 8 великих принципов и конкретных целей, которые представляют собой глобальный план действий, состоящий из 20 задач. Каждая из них оценивается по 60 статистическим показателям. План предусматривает четкие, просчитанные меры по борьбе с крайней нищетой во всех ее проявлениях. Предполагалось, что заданные приоритеты будут отражены в бюджете каждой страны, так как они вытекают из уважения фундаментальных целей всей человеческой семьи. Смотри далее. Цели в области развития, сформулированные в Декларации Тысячелетия, были ориентированы, как и прежде, на общественные действия, общественное влияние и общественные методы. Эти акценты могли измениться на конференции ООН в Монтерее, Мексико, в 2002 году. Но и тогда сотрудничество еще не считалось действительно многомерным подходом, объединяющим бизнес, финансовые учреждения и гражданское общество. А оно все еще ограничивалось взаимоотношениями между отдельными странами, хотя идея партнерства уже постепенно набирала силу. Если говорить о финансировании развития, то основное внимание уделялось трансферам денежных средств из северных стран в южные в соответствии с принципом солидарности, подтвержденным ООН, при реализации которого двусторонние трансферты государственных средств сопровождались списанием части долга стран, получающих помощь. Эта общественная мобилизация, направленная на общее благо, считалась неоспоримой, по крайней мере, пока мировая экономика оставалась сильной. В эпоху Великого Успокоения, как ее впоследствии назвали экономисты, глобальный рост поддерживался международной финансовой системой, казавшейся невероятно эффективной, судя по тому богатству, которое она могла создавать и перераспределять. Для реализации ЦР предстояло в первую очередь решить трудную задачу – добиться увеличения взносов государственных и международных учреждений для оказания официальной помощи, предоставляемой на цели развития – ОППДОР. К официальной помощи, предоставляемой на цели развития – ОППДОР, относятся все финансовые трансферты, имеющие составляющую субсидии, которая, согласно определению Комитета содействия развитию ОЭСР, равна не менее 25% от общей переведенной суммы. Другими словами, это означает помощь. Как правило, в нее входят трансферты между государствами и двусторонняя помощь. Меньшими по размеру, но не менее важными, являются многосторонние ОППДОР, предоставляемые Всемирным банком, МВФ и фондами кредитования на льготных условиях, которые создаются региональными банками развития, различными фондами по оказанию помощи при Европейском Союзе и другими структурами Организации Объединенных Наций, такими как программа развития Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ВОЗ и ФАО. Эти многосторонние агентства развития предоставляют кредиты по ставкам, близким к рыночным. Хотя они не совсем соответствуют определению ОППДОР, применяемому DAC, эти кредиты являются более привлекательными по сравнению с предложениями коммерческих банков и других кредитных учреждений. Другие двусторонние агентства, содействующие развитию, больше работают на коммерческой основе, предлагая акции, ценные бумаги или кредиты по почти рыночной ставке. Например, агентство США по международному развитию в США, Государственный банк в Германии, агентство AFD во Франции, CDC в Англии или Японский банк международного сотрудничества в Японии. У всех этих структур много общего с многосторонними финансовыми институтами. Способно ли человечество решить эту задачу? Ответ на этот вопрос сможет дать общественность. Мы это сделали за 15 лет. Необычайный прорыв, охвативший весь мир, заставил его объединиться в 2000 году и поставить себе множество целей на ближайшие 15 лет. Хотя можно было бы добиться и более высоких результатов, но все же за жизнь менее чем одного поколения развитые страны увеличили свою ОППДОР на две трети с 81 до 130 миллиардов долларов. Коэффициенты обслуживания долгов сократились до одной четверти их значений в 2000 году, благодаря чему ослабло финансовое бремя для развивающихся стран, хотя это снижение не всегда бывает устойчивым. Цели тысячелетия в области развития 1. Ликвидация крайних случаев нищеты и голода. 1,1. За период с 1990 по 2015 год вдвое сократить долю людей, чей доход составляет менее одного доллара в день. 1,2. За период с 1990 по 2015 год вдвое сократить долю населения, страдающего от голода. 2. Обеспечение возможностей для получения всеобщего начального образования. 2,1. Добиться, чтобы к 2015 году дети во всем мире, как мальчики, так и девочки, могли пройти полный курс начального школьного обучения. 3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин. 3,1. Желательно к 2005 году искоренить гендерное неравенство в начальном и среднем образовании и не позднее 2015 года добиться этого на всех уровнях образования. 4. Сокращение детской смертности. 4,1. За период с 1990 по 2015 год сократить на две трети показатель смертности детей в возрасте до пяти лет. 5. Улучшение охраны материнства. 5,1. За период с 1990 по 2015 год сократить на три четверти коэффициент материнской смертности. 6. Борьба с ВИЧ-СПИД, малярией и другими заболеваниями. 6,1. К 2015 году остановить рост случаев заболевания ВИЧ-СПИД и начать сокращать масштабы распространения этих болезней. 6,2. К 2015 году остановить рост случаев заболевания малярией и других серьезных болезней и начать сокращать число таких заболеваний. 7. Обеспечение устойчивого развития окружающей среды. 7,1. К 2015 году вдвое увеличить долю людей, имеющих устойчивый доступ к безопасной питьевой воде и базовой санитарии. 7,2. К 2020 году добиться значительного улучшения жизни не менее 100 миллионов обитателей трущоб. 8. Формирование глобального партнерства, осуществляемого в целях развития. 8,1. Развивать все более открытую, основанную на правилах предсказуемую недискриминационную торговую и финансовую систему. 8,2. Добиться удовлетворения особых потребностей наименее развитых стран. НРС. 8,3. Добиться удовлетворения особых потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю и малых островных развивающихся государств. 8,4. Комплексно заниматься облегчением долгового времени развивающихся стран и добиться их долгосрочной долговой устойчивости, воспользовавшись для этого национальными и международными мерами. 8,5. В сотрудничестве с развивающимися странами разработать и реализовать стратегии предоставления молодежи достойной и приносящей реальные результаты работы. 8,6. В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечить доступ к недорогим основным лекарственным средствам в развивающихся странах. 8,7. В сотрудничестве с частным сектором использовать преимущества новых технологий, особенно информационных и коммуникационных, так, чтобы они стали доступны для всех. Этот исторический прогресс можно объяснить множеством факторов, обусловленных экономическим ростом, что особенно проявилось в Китае. Благодаря этому многие проблемы развития теперь решаются более масштабно и активно. Например, к 2013 году число живущих за чертой бедности сократилось на 500 миллионов человек. В 2005 году международный порог бедности составлял 1,25 доллара в день. В 2015 году Всемирный банк скорректировал этот показатель до 1,90 доллара. К 2008 году удалось обеспечить больным СПИДом более широкий доступ к лечению, повысить производительность сельского хозяйства, улучшить показатели высшего образования и предоставить более широкий доступ к чистой воде и санитарии. К 2010 году число людей, не имеющих доступа к качественной питьевой воде, сократилось наполовину. В 2012 году ООН подтвердило, что сможет к 2015 году достичь своей цели по сокращению масштабов нищеты во всем мире. Около 200 миллионов обитателей трущоб уже добились улучшения условий своей жизни, то есть в этом случае целевой показатель превышен. В 2012 году начальное образование также стало одинаково доступно и мальчикам, и девочкам. Эти результаты позволяют считать, что стакан наполовину полон. Конечно, некоторые серьезные проблемы остаются нерешенными и сегодня. Мы по-прежнему наблюдаем огромные различия в уровне жизни отдельных групп населения в некоторых странах. Да, Китай добился быстрого экономического роста, но в Африке, в менее развитых странах, в странах, не имеющих выхода к морю и малых изолированных развивающихся государствах, прогресс был неравномерным. Некоторые ЦР, в том числе в сфере охраны материнства, неонатального и детского здоровья, а также искоренения голода, еще не достигнуты. В 2013 году каждый восьмой человек в мире все еще ложился спать голодным. Несмотря на согласованные усилия, показатель ОППДОР еще не достиг целевого значения 0,7% валового национального продукта, ВНП, каждой развитой страны, который был установлен более 40 лет назад. В этом случае можно сказать, что стакан наполовину пуст. Получили не то, что планировали. Первые 15 лет нового тысячелетия не оправдали наших ожиданий. Мир стал намного сложнее, и драматические события этих лет резко изменили ход развития. Мы до сих пор не знаем, куда именно приведут нас эти преобразования. Изменения, которые мы переживаем, многообразны и глубоки, и их влияние все еще ощущается. Новая экономическая картография «Подъем нового мира». Первое существенное изменение полностью перекроило экономическую карту планеты. Когда я паковал свои вещи, собираясь переезжать из Парижа в Вашингтон в начале 2013 года, мне на глаза попалась коробка с моими студенческими конспектами. В то время, с 1985 по 1986, мы все еще говорили о советском планировании и реформах Сталина и Брежнева. Сегодня эти темы кажутся очень странными. Тогда экономическими державами считались только четыре азиатских тигра. Южная Корея, Гонконг, Сингапур и Тайвань. И Япония. Китай оставался на заднем плане. Индия была безнадежно отсталой. А о Бразилии ходила шутка, что потенциал-то у нее есть, да нет энергии. Во всем мире доминировали страны G7, семерки, а Европейский Союз только начинал создаваться. До 2000 года мы двигались по проторенному пути. В те годы даже не было аббревиатуры BRIC – Бразилия, Россия, Индия и Китай, которая появилась только в 2001 году. А в 2011 году преобразовалась в BRICS, когда к этой группе добавилась Южная Африка. Сегодня же мы считаем, само собой разумеющимся, появление мощных экономических конкурентов, соперничающих с крупными экономическими державами. Но кто бы мог тогда, даже в 2000 году подумать, что в обозримом будущем Китай, обогнав Соединенные Штаты, станет ведущей экономикой мира, в соответствии с рейтингом величин валового внутреннего продукта, скорректированных с учетом паритета покупательской способности. Кто бы мог вообразить, что Франция к ее огорчению откатится на девятое место, пропустив вперед помимо двух экономических гигантов еще и Индию, Японию, Россию, Германию, Бразилию и даже Индонезию. Кто бы мог поверить, что в 2012 году ВВП Индии возрастет настолько, что совместно с ВВП Китая они превзойдут общий ВВП ведущих стран мира, семерки. Эта трансформация мировой экономической карты, обусловленная растущей мощью стран, с формирующейся рыночной экономикой, может иметь серьезные последствия для финансирования развития. Субтитры создавал DimaTorzok